Ситуация дома номер 5 в поселке Первомайске очень напоминает ту, что сложилось в доме номер 21. Добро пожаловать, давайте посмотрим. Отличие лишь в том, что это здание немного моложе. Его построили в 50-х годах прошлого века. Плюс стены 15 лет назад обнесли кирпичом. Мы с ними судились, с теми лет с администрацией. Они нам ничего не сделали. Нам сказали, мы вас замуруем в этом доме. Что и сделали. Обложили кирпичом и все. Это все судебные решения тут есть у нас. Это с 98-го года. Мы обращаемся, даже к президенту обращались. Так, вот у нас ответы, отписки, все это у нас тут есть. Дело в том, что стены гниют, потолки проваливаются, квартиранты спасаются тем, что своими силами делают косметический ремонт. Если вот это все снять, вот эти панели снять, они уже, конечно, никакие. Если вот это все снять, вот эту дверь, вы даже не представляете, что там творится. В комнатах по две двери. Одна для людей, другая маленькая для насекомых и мышей. Чтобы закрыться от незваных гостей, приходится ставить заплатки. Нас мыши съели, вот, вот здесь, вот, тряпкой забиваем все. Ну, это вообще ужас один. Нас мыши, и такие жуки. Этим людям сравнительно легче, нежели жителям дома номер 21. У них в квартирах есть невиданная роскошь. Персональный душ и туалет. Нет, правда, горячей воды. Кто побогаче, установил нагреватель. Уже, если люди хорошие моются, в наш век, а нам негде не помыться. Это вообще ужасно живем. Газа у вас тоже нет, да? А откуда вы что? Даже стыдно вот так. Кто тут вот так приезжает? Даже стыдно. Это вообще в этот такой век, такой мы живем. От Москвы и в таких условиях живем. Мы же вот этот вот ремонт на лестнице делали. Сами, сами. Сами скинулись. Расскажите про рабочих. Нет. Какая компания-то приезжала к нам насчет крыши? Букаревская. Букаревская, да. А кому вы относились? К Букареву. Ну да, приезжали, смотрели. Они поднялись, сказали, мы здесь делать ничего не будем. Он сказал, я делать ничего не буду. Даже подниматься. И они отказались. Аварийным дом не признают, о расселении пока нет и речи. Но все же есть в этой истории маленький лучик надежды. По результату заседания комиссии общественной палаты, а также после того, как съемочная группа ИСТР РФ осветила ситуацию с соседнего дома, дело сдвинулось с мертвой точки. Взявшиеся за проблему депутаты городского округа ИСТР пообещали решить ее так скоро, насколько это возможно. В сентябре планируется межведомственная комиссия, которая будет уже определять, расселять, куда расселять, ну, принимать решение о состоянии ваших домов. Расселение, конечно, произойдет, если будет принято такое решение, не сразу. Потому что жильем у нас в городском округе, представлением, сложная ситуация. Новых домов мало строится. Вот по результату будет видно. Почему здесь нет горячей воды? Ну, этот вопрос, можно сказать, потому что изначально она была не запроектирована, понятно. А сегодня, я так понимаю, это просто нежелание. Нежелание сделать для граждан комфортную жизнь. Проблему повторно вынесут на заседании комиссии общественной палаты по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов. Об этом мы расскажем в наших следующих материалах. Полина Громова, Михаил Моралов, ИСТР РФ.